Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас шизушная тема, поэтому людей с религиозными концепциями и жесткими материальными концепциями, что этот мир существует вне их сознания, они не могут на него влиять никак, кроме как пойти и совершить физическую работу, вот этих людей я сразу прошу выключить ролик. Сегодня идет развенчание кумира, сегодня ролик будет неадекватным, мы будем говорить о тех темах, которые вообще в головах обывателей могут не укладываться. А мы сегодня будем говорить про энергетические дубли, как с ними работать. Мне эта тема на самом деле очень нравится, потому что она занимает в техниках влияния достаточно значительную часть, не основную, но достаточно увесистую. И техники, которые применяются там, они достаточно эффективны. Но давайте начнем со всего по порядку, для того, чтобы вообще потихоньку вникать в сути и понимать, о чем идет речь. Ну вот, представьте, артист выступает на сцене, у него есть, как правило, есть другое имя, псевдоним. То есть ему создается некое сценическое имя зачем-то. И люди, которые аплодируют, восхищаются, восторгаются и так далее, кричат, плачут, вспоминают это имя. Они плачут и вспоминают какое имя? Псевдонима. И вот с этим псевдонимом накачивается некий образ такой артистический, такая субличность, с которой ассоциируется данный артист. В своей личной жизни, в приватной жизни, он может быть совсем не таким. То есть на сцене это нечто эпатажное, крикливое, сварливое и так далее, а в доме это вполне вменяемо, нормально, семьянин там и так далее. Ну и другие варианты. То есть здесь, понятно, вот некая субличность специально создается, чтобы аккумулировать весь негатив в то же самое позитив и опять-таки энергетические, эмоциональные всплески людей гасить, как буфер между артистом и толпой. Ну, есть такое в жизни, согласитесь. Следующая тема. Женщина знакомится в интернете с мужчиной. Не в жизни, в интернете. И вот уже у нее такая морковь, любовь, они там переписываются уже классно. Она представляет, какой он классный, какой он сексуальный, какой он семьянин. Она уже в его квартире шторки повесила. Но при первой встрече вдруг оказывается, что он совсем не такой. И влюбилась она не в того человека, который был по факту, а в тот образ, который она накачала, создала и так далее. Знакомая ситуация. Сейчас у многих женщин откликнется, но физическую, душевную боль и так далее, страдания от разрыва, этот дубль вызывает такие же, такие же, как живой человек. То есть прощаться вот с этим своим представлением крайне сложно. Пока мы будем называть такими словами, ну, обычными. Мы об этом говорим, да? Еще одна ситуация. Вуду берет, делает куклу, колдует на ней, закладывает туда какую-то информацию о человеке, если есть волосинка или ноготок, а если нет волосинки и ноготка, то просто какое-то представление, можно фотографию, можно еще что-то. Но каким-то образом связывает эту куклу с человеком. И дальше идет ритуал, и ритуал работает. Господа, что все объединяет, вот все вот эти вот ситуации? Что общего между ними? Что их связывает? Я понимаю, что я сказала абсолютно разрозненные вещи. В головах обывателя сейчас сумасшедшая тетка связывает несвязанные вещи. Давайте мы зайдем с изнанки. Конечно, на витрине это стоят разные товары. Давайте посмотрим на ценники и на содержание этих товаров. Из чего они состоят, да? И посмотрим, разные это товары или не разные вообще. И как такие товары можно в жизни изобретать самому. Сколько хочешь. На самом деле элементарная штука и красивая. Понимаете, первично у человека всегда возникает некая мысль. Мысль может сопровождаться эмоцией, восторгами, какими-то еще сопровождениями. Мысль содержит информацию. Мысль содержит информацию, но информацию как мы можем передать? Информацию мы можем передать только через энергию. Но когда мы можем работать с информацией и энергией? Только тогда, когда мы на них сконцентрировали внимание. Таким образом, получается, опять мы приходим к тому, что концентрировать, уметь концентрировать и удерживать внимание на определенном образе, на определенной задаче осознанно, да? Это значит аккумулировать там энергию и информацию. И таким образом можно создавать абсолютно осознанно какие-то энергетические объекты. Они могут повторять форму человеческого тела, а могут не повторять форму человеческого тела. Они могут соединяться с какими-то материальными предметами, а могут не соединяться с материальными предметами. Потому что вот эта вот начинка, да, ядро, энергия с информацией, она является объектом, через который идет влияние. Либо снимается информация, либо делается закладка информации. Любые варианты, да? Либо делается защита там. Преграда, буфер, да? Тоже вариант. Получается, что вот эти вот энергетические двойники, мы можем вот это вот ядро растянуть в форму человеческого тела и назвать это энергетическим дублем. И эзотерики скажут, да-да-да, это об этом речь. Мы можем заложить в куклу и в Вуду скажут, да-да-да, это об этом речь. Мы можем заложить в представление артиста, в рекламу, в имидж. И поехали. Хорошо, давайте политику глянем. Мы можем точно так же напихать политика вот этой энергии, да, и он будет представлять некое лицо страны или еще кого-то, какой-то структуры. А сама структура, она будет с деньгами сидеть сзади. Потому что вот, как правило, есть тот, кто это все финансирует, а есть тот, кто пляшет под их дотку, да. Так устроен социум, и это есть везде. Вопрос. Кстати, а вообще идея, вот мне очень понравилась, я к этой идее давно пришла, и с тех пор я от нее уже не отходила. Вот недалеко от Самарканда, в Узбекистане, есть такое место захоронения Тамерлана. И Тамерлан похоронен у ног Саида Бараки. Можете съездить, реально очень красивый город, очень красивые места, под Самаркандом, там есть еще одно чудесное место, магическое, если захотите, поделюсь. Но, если вернуться к Тамерлану, он похоронен у ног старца Саида Бараки. И так получилось, что Тамерлан искренне верил, знал и побеждал, благодаря усердию этого старца Суфия. И сегодня никто не помнит, кто тогда правил государством. Лицо вот этого государя, который тогда правил государством, оно сохранилось только на монетах в Чикханке. Но все помнят Тамерлана. И, приезжая на его могилу, видят, что он похоронен у ног Саида Бараки. Да. Вот эта идея мне когда-то очень сильно понравилась. Невероятно глубокая, классная. И ею прошита вся наша жизнь, вся наша реальность, вот эта материальная, из века в век. И энергетические дубли, энергетические объекты, субъекты, связанные с личностью, назовем это субличностью, энергетическим дублем, двойником и так далее. Это великолепные модели, через которые можно работать. Можно работать в техниках влияния, закладывая информацию. И это, на самом деле, несложно, потому что это умение, по сути дела, техническая база может быть разнообразной, умение держать внимание. Можно снимать информацию. Можно в энергетические дубли закладывать обманную информацию, когда вы хотите, чтобы сняли не ту информацию. И тогда это будет защита. И так далее. Понимаете возможности, да? Энергетические дубли на сегодняшний день даже фиксируются в науке и так далее. Они ассоциируются иногда с привидениями, как остаточные объекты информации накачанной. Иногда с лептонными некими объектами и так далее. Я специально сегодня выложу статью. Здесь приведу примеры, как в жизни они проявлялись. И как они показывали себя, что сегодня наукой на эту тему зафиксировано. Я ролик записала лишь для того, чтобы вы смогли зайти сзади и посмотреть на нашу жизнь через призму, через вот эту двойную подложку и через понимание, что с этим всем можно работать. Техническую базу, вот специально вкусно я закину, техническую базу по работе с энергетическими вот этими вещами двойными я буду давать на курсе «Помоги влиянием». Как раз вот самая простая тема, если человек не раскачан, ему очень тяжело выходить на уровень работы с бессознательным, а энергетический уровень просто валит абсолютно у всех. Только научить держать концентрацию это достаточно простые тренировки и, как правило, достаточно быстро якориться людям. Думаем, господа, думаем на тему, как можно это использовать конкретно в вашей жизни. И как часто вы сами наступаете на грабли, когда придумываете какие-то вещи себе, накачиваете кого-то энергией и так далее. Я предлагаю еще научиться ко всему этому освоить технику развенчания и забирания энергии назад. Если уже так случилось, что вы создали себе какой-то образ, какое-то представление о ком-то, да, и оно не соответствует действительности, вы все равно уже туда вложили очень много жизненной энергии своей, заберите ее обратно. Освободите и этого человека от этого бремени, ваших чувств и энергии. И освободите себя, заберите свои жизненные силы обратно. И тогда вы снова будете в балансе и у вас все будет прекрасно. Как-то так. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok